Всем привет, ребяточки! Привет! Вы, как обычно, на волшебном воссе-канале своим ходом с вами Лизончик Виталик. Это новый выпуск из Краснодарского края. Сегодня у нас ни Сочи, ни Адлер, ни Туапсе, ни Лазаревская. Сегодня Роза Хутор. Канатные дороги, леса, горы, снег и невероятная инфраструктура, от которой я в шоке. Чай налили, вкусняшку взяли. Приятного просмотра. Начинается все с того, что мы населяемся из своей квартиры в Адлере и едем на Красную Поляну. Столько у нас вещей. Это кофры для нашего будущего байка, которые, надеюсь, мы возьмем вот раз в чемоданчик, у Лиза то же самое и по рюкзаку. У нас теперь с кофрами такое ощущение, что вещей прибавилось. Так, ребята, мы приехали в Роза. Какой-то горный деревушек. Мы с вами жили уже в Сочи, в Адлере и жили в апартаментах. Самое время, наконец-таки, пожить в отеле. Ой, как здесь классно. Смотрите, какой ресепшн. У вас 24-й этаж прямо по коридору, первая дверь направо и на лифте наверх. Wi-Fi, если потребуется сеть iSquad, по номеру телефона подключайтесь, пароль для авторизации вам приходит. Хорошо? Ребят, смотрите, прикольные фишечки дают. Это завтрак. Одна фишка, один завтрак. И вот такой вот ключик. Так, все, ребятки, погнали заселяться. Очень приветливо здесь персонал. Так быстро нас тут оформили. Лифт. Вот это да. Слушай, ну прям я, конечно, восторг, я поражен, что вот так вот, да? Так сделано по-европейски. Что-то мне кажется, пора завязывать. Мы все время сравниваем по-европейски. По-сочински сделано. Уже все, уже скоро в Европу приедем и будем сравнивать. У вас в Европе как в Сочи. Ребята, вы не поверите, концепция отеля такая, что здесь заселение в 7 часов вечера. А чек-аут, то есть выезд в 5 часов вечера. Такая концепция отеля, потому что это отель для лыжников. Это же Роза Хутор, центр грым на лыжной жизни. И смотрите, какая мягкая проводка. Классно, да? Очень вообще уютнейший номер. И даже есть балкон. Так вот, лыжники катаются в свой последний день. Потом могут помыться, принять душ и уже спокойно улетать. Поэтому такая вот концепция отеля с заселением. Супер. Очень продуман отель. Даже я оценил эту табличку. Ключ, ключ, ключ. Не забудь ключ. Во всех батарях так делали. Мы сейчас с вами очень вкусно позавтракаем, потому что мы рано приехали. Но вся вот эта вот обстановка вокруг, она у меня вызывает дикий восторг. Только этот столб с указателями, посмотрите. То есть у нас, мы находимся в России, есть вот такой вот столб вот с таким указателем. Я такого, честно, нигде не видел. Просто нигде. Ну, еще раз покажи, покажи. Смотри, столб новый, свежий. Буквы ровные, гладкие, только напечатанные. А сюда, посмотри, иди сюда. Здесь в любом ночи включается свет. Можно выбрать вот обед. Что это, ребята? Это в горах? У нас вот есть такая инфраструктура в России. Мама дорогая, я пошел завтракать. Прямо напротив отеля есть такая терраса открытая, где можно позавтракать в хорошую погоду. Естественно, когда дождь, можно завтракать внутри. У нас есть фишечки волшебные. 590 рублей одна фишечка. И это дает нам право на один завтрак, либо просто выбрать из меню. Соответственно, завтрак стоит вот 590 рублей. И если что-то еще дополнительно взять, можно доплатить обычными деньгами. Ну, это, конечно, прикол, ребята. Я надеюсь, вы оценили, да? Понимаете, о чем разговор. Такого у нас еще ни разу не было, друзья. У нас появился оператор, тайный наш агент. И мы теперь будем вдвоем пробовать завтрак. Посмотрите, у нас два одинаковых. Это английский завтрак. 600 грамм. Огромный. 590 рублей одна порция. Так, ну что, погнали? 1 грамм, 1 рубль. 1 грамм, 1 рубль. Берем сосисочки. А я тоже сосиску взяла. Доброе утро. Огнище, да? Ну, что мы в России любим, так это нормальные сосиски. Фиш-браун. Картошечка. А вот так завтракает наш оператор, ребята. Оператора, как видите, мы кормим очень хорошо. Потому что у нашего оператора восточный завтрак. Тоже, в принципе, неплохо. А мы продолжаем с вами прогулку по Швейцарии. Или Нидерланды. А может быть, где-то в Альпах. А может быть, где-то, не знаю. Меня просто распирает. Просто распирает. Просто зайдите, иди сюда. Вдыхаешь аромат этих иголочек. Я надеюсь, я нормально смотрюсь, не совсем как сумасшедший. Идем вот сюда, иначе. И просто, просто вы кстати. Просто, ребята, мне со мной все нормально. Я не сумасшедший. Все просто, все хорошо. Просто я не ожидал, что здесь будет так. Безумство какое-нибудь. Просто в шоке. У вас все два попка в шоке. Вот так вот детей собирают на утреннюю зарядочку с видом на горы под музыку. А вот вам еще карта, друзья. Ну, чтобы вы понимали, да, как все цивильно сделано. Так вот все красиво. И получается, живем мы в горной Олимпийской деревне. На высоте... На высоте, да? Сюда, да? Слушай, что это? Слушай, да, высота 1100 метров, да. После Адлера и Сочи, конечно, необычно то, что все дома, они выполнены в одном стиле. Потому что там, конечно, все тяп-ляп. У всех все разное. А здесь прям идешь, да? И вот так вот приятно. Приятно. И знаете, вот гордость берешь, что вот у нас наконец-то появляются вот такие вот места. Я надеюсь, что скоро будет везде вот так. А вот это местечко, зацените, какое крутое. То есть вот там находится бар. С панорамным видом, да, на канатную дорогу, на горы. И внизу еще вот так вот можно посидеть на скамеечках. Здесь же находятся вот такие вот детские площадки. Рядом с отелями. Выходишь, да? Вот так вот детишек можно оставить здесь. А вот эта девушка, друзья, она еще постоянно работает. Постоянно работает в моменте, что-то там с кем-то общается, что-то договаривается. Как она это делает, я не понимаю, откуда у нее столько энергии. Попсон, завязывай. Пойдем снимать контент. Я думаю, сейчас, друзья, самое время отправиться на самую высокую точку. Это Роза Пик. Сейчас садимся в одну из этих кабинок. Канатная дорога и отправляемся наверх. Взяли билеты. Вот так вот они выглядят. 1950 рублей на одного человека туда-обратно. В принципе, очередь сейчас небольшая, потому что утро. Так, друзья, наша кабинка 45-я. Уважение к другим людям. В кабинку заходит только по два человека, хотя стоит огромная очередь, но все дают семьям, сесть либо парам. Очень здорово получил. Просто респект всем людям. Ай, красота, ребята. Горы, снег. Хорошо. Эта кабинка, конечно, немножко поменьше. Она отличается от той, в которой мы с вами поднимались в прошлом выпуске. Походу с ней смотрели, ребята. Посмотрите, мы там спали в палатке. У нас гроза, град нас там долбило прямо по этой палатке. Мы еле выжили. Посмотрите, если не видели. Сейчас нам, видите, повезло с погодой. Поднимаемся. И здесь поток кабинок больше. Да, одна за одной, одна за одной. Поэтому в очереди внизу уже не так долго стоишь. В общем, там, наверху. Сейчас будет прохладно, свежо. Поснимаем для вас все. Топовое местечко, конечно. Да, да, да. Мы сейчас поднимаемся на канатной дороге. Уже пока связь ловит. Очень здорово. Здесь даже можно вот так вот немножко высунуться. Потому что хочется свежего воздуха. И вот так прям хорошо, свежо. Кабинка, конечно, такая малютка на камере смотрится вообще. Такая будка. Будка на канате. Чтобы подняться еще выше, нужно сделать пересадочку, что мы сейчас и сделаем. Все. Мы уже в следующей кабинке. Очень быстро. Меньше минуты. Продолжение следует... Ну что, мы на самом верху. 2320 метров. Здесь уже, как видите, облака. Прохладно. Прохладненько. И солнце не светит. Все, самая вершина. Лиза уже стоит в очереди, потому что здесь делают вот такие подарочные открытки. Бесплатно вроде как. Делайте, делайте. Мы сфоткались, а теперь стоим в очереди на получение фото. Говорят, что это совершенно бесплатно. Я тут себе взял Глинтвейн. Друзья, 350 рублей. Стою пью и ребятки подходят. Все обо выпуске. Как зовут? Александр. Ольга. Ольга Александр. Добрый вечер. Ваше здоровье. Спасибо. Нравится вам здесь в Сочи? Очень нравится. Да, мы каждый год приезжаем. Вот так вот. А мы стоим, ждем Елизавету, которая забирает наши фотографии. А Глинтвейн здесь на горе так классно заходит. Правда, 350 рублей, дороговато, но с алкоголем очень согревает. Короче, я раскрыла их секрет, я вам сейчас все расскажу. Первую фотографию делают убогую. Специально максимально убогая, некрасивая. И она бесплатная. Реально бесплатная, вот она. Ее распечатывают вот так. Она плохого качества, и как бы она реально убогая. А остальные две фотки, они красивые. И я себя отправила на почту. На почту можно отправить, 100 рублей всего стоит. Но если ты не покупаешь фотографии, нельзя отправить за 100 рублей. То есть тебе нужно что-то купить, сувенир, и тогда ты можешь отправить за 100 рублей на почту. И я купила вот такой магнитик деревянный. Помочка, тебе нравится? Да. Красиво. Собственно. 700 рублей. За все. Еще электронный вариант мне пришлют на почту. Поднимашки, мы тут подписчиков. Мне нравится ваш контент. Меня Ольга зовут, это Александр. Мы здесь местные, здесь часто бываем каждый год. А мы первый раз. Ну как, вам нравится, да? Виталий говорит, ему тоже понравилось. Очень здорово. Вот деньги тратим. А сколько кофе стоит? Это Миндвейн на 350 рублей попробуй. О, кстати. Это алкогольный? Нет. Божечки. Главная площадь Роза Пик. Здесь есть ресторанчики, чтобы выпить глиндвейна, кофеечку. Можно сфотографироваться, что мы с вами уже сделали. И два интересных развлечений. Это качели над облаками и подвесной горный мост. Еще у одного зрителя встретил. Матрю Виталика. Такой счастливый вообще. Я потому что... А Дима, ты откуда? Я из Ярославля. На Бали я был. Во многих местах, где вы ездили, я был. И на Дилер, мой любимый остров, Малюхуан-Айленд. Я там был четыре раза. Понятно. Я там был на первый раз в 2000 году. О, ничего себе. А как в Сочи? Ну, в Сочи мы живем сейчас в Туапсе, на горе. И приехали ради того, что сегодня последний солнечный день. Да? В два часа пойдет дождь. И на этом четыре дня будут дождей. Срочно бежим на водопады, получается? Мы можем не успеть. Четыре дня дождей. Все затянуло. Ну, такой прогноз был. Мы как-то тент должны снимать. Алло, четыре дня дождей. Бежим скорее. Ну, у вас, наверное, есть духи какие-то, которые вам помогают разгоняться. Следующая канатная дорога Эдельвейс. Прямо отсюда, с Роза Пик, отправляется к водопадам. Открытая канатная дорога, конечно же, мне больше нравится, потому что ты дышишь свежим воздухом, и она такая более экстремальная. Я вообще села. Нужно же садиться, чтобы у тебя вот здесь ноги были, как Виталик сел. Смотрите, как я сижу. Смотрите, я просто вывалиться туда могу. Ну, конечно, очень круто. Какие виды, какие горы. Давай мы вернемся в отель где-то через часик, может быть, полтора, и я перезвоню, потому что мы сейчас едем на водопад, и не очень удобно разговаривать. А с другой стороны, вот погода сейчас испортилась, да, солнышко ушло. На самом деле, вот в такую погоду гораздо приятнее и комфортнее путешествовать, ходить там, да, какие-то походы делать, какие-то трекинги устраивать, да, потому что не жарко, комфортно. Да и, в принципе, цвета вот сейчас камера, она передает очень круто, потому что когда солнце, все такое яркое, пересвечное, вот сейчас вы можете максимально окунуться в эту природу и насладиться теми самыми цветами, которые вот мы сейчас сами своими собственными глазами видим, потому что нет никакого фотошопа, вот все, что вы сейчас видите, да, это все именно так и есть. Вот именно такая зелень густая, такие ядерные, вырви глаза цвета, где-то темные, где-то яркие, и облака. И мы просто, ося, под кинзмараулей, понимаешь? Тебе глинтвейн на кинзмарауле сделали? Мне кажется, вот этот глинтвейн, который распил, да, он был на кинзмарауле следующий. Я, конечно, многое слышал про Красную Поляну, про Роза Хутор, но я не знал, что будет настолько все круто. Поражен, поражен, что у нас такое есть. Я бы, конечно, хотел, чтобы Россия, огромная страна, чтобы такое было не только вот здесь, да, чтобы такое вот было везде. Ведь могут же люди, когда хотят. Вот мы с вами шли, видели дома, насколько все это круто сделано, все в одном стиле, нет этого совдепа, совка какого-то, вот этого постсоветского хаоса. Все сделано вот как надо, от души. Ведь могут же, когда хотят. Вот я надеюсь, что когда-то, надеюсь, я до этого доживу, такое будет во всех городах России. Опа-на! Все, мы успешно добрались. Аж уши заложила, да? Вы представляете, там фотографируют по дороге. Здравствуйте. Это очень прикольно. И человек там микрофон говорит, а, с вами кодом, ребят. Это было очень прикольно, жалко не сняли. Значит, сижу я на своей точке, фотографирую, ну, занимаюсь своим рабочим процессом. И кто здесь у нас? Ребята своим ходом. Деталики Лиза проехали. Ходишь вот к такой будочке в конце и смотришь свою фотку. Короче, вот такая фотка у нас получилась, зацените. Прикольная. И мы берем вот такой магнит сейчас. Еще один. Еще один, да. Буквально одна минута, печать, оплата, и наш магнитик готов. А фоткали нас еще минуту назад, вот там на горе. Нас сфоткали, и здесь уже фотки сразу готовы. Я в шоке. Два магнита с горы, это, конечно, огонь. Канатные дороги будут разные написаны. Круто. И эта канатная дорога привела нас в парк водопадов Минделиха. Здесь тоже сделаны вот такие вот указатели, карты. Все написано, все можно почитать, все узнать. Итак, это начало маршрута. Я до сих пор нахожусь в шоке, что у нас такое есть, потому что настолько круто все сделано. Все эти таблички, все настолько новое, все для людей. Я просто к такому не готов. Обычно, когда приезжаешь, где природа, да, все убитое, все убогое, разрушенные скамейки, все ржавое, все старое лет 30. Здесь все новое. Водопады, мостики. Там, пожалуйста, рестораны, даже смотри, что есть. Даже есть вот этот патруль. То есть с тобой что-то случилось. О, сразу вылечит. А мы с вами отправляемся к маршруту, мы туда наверх. Осторожно, дикие животные. Маршрут обещает быть интересным. Здесь три пешеходных маршрута. Их называют Малый круг, Средний круг и Большой круг. И мы сейчас пошли по среднему кругу протяженность 900 метров, чтобы проверить свои силы и потом пойти на маршрут, который 3 километра. Как вам такая смена имиджа? У меня рубашки, как перчатки. Пупсон, а с кем ты все время разговариваешь? Созваниваюсь по работе, потому что теперь это можно делать спокойнее и без страха лишних расходов. Потому что Билайн предоставляет возможность путешествовать по России со своим домашним тарифом. И находясь в другом регионе России, пользоваться связью и сидеть в интернете по такой же стоимости, как и дома. Стоимость звонков и интернета не меняется в путешествиях по всей стране. Можно делиться эмоциями здесь сейчас, решать вопросы по работе, скачивать видео, стримить, звонить близким и не волноваться о лишних тратах на связь. Рекомендую. Не успел я еще отойти от прошлого похода. Начался уже новый. Устроение хорошее? Аппетит поднимается. Со всем водопадом сделаны спуски, лесенки, есть симпатичные скамеечки, где можно прийтись. Кайф! Вы знаете, ребят, я вот думал, что лучше, чем в Исландии, инфраструктура, внедренная в природу, да, такого нигде не будет, чтобы это было лучше. Вот этот канат только, видите, какой канат, только он чего стоит. Сейчас уже мне напишут, все, проплатили ему, Путин заплатил, чтобы свои курорты расхваливал. Мне это от чистого сердца, говорю, очень нравится, все круто сделано. Сонечка, что-то как-то черешил много пахлавы, пахлавы. Да, пахлавы, ребята, пахлавы. Нет, просто я иду, так, знаете, вспотел, такие эмоции, и говорю так, как у меня вот сейчас мысли складываются, и все мои эмоции, полученные в этом месте, вот как есть, так и говорю. Ну, реально, я в восторге просто, дичайшим. Охренеть, смотрите, какое дерево гигантское. Просто рухнуло. Такой ствол могучий. Ну вот и все, финальная точка малого круга, это водопарк. Мы сейчас возвращаемся по другой тропинке, потому что маршрут круговой, и идем на большой круг. Вот и все, конец круга, мы на том же самом месте, где канатная дорога заканчивается, можно отдохнуть. Здесь вот слева находится кафе Лес, там можно и пообедать, понимаете, да? Но не время сейчас, мы сейчас отправляемся на большой круг, он вот полностью занимает 2 километра с небольшим. На малом круге мы медведя не увидели, надеюсь, что увидим сейчас. На втором круге у нас имеются вот такие вот стенды, здесь мы можем посмотреть, какие водопады, какие животные, какие растения. Все так грамотно, красиво расписано. Тут позависал, позалипал, поизучал и пошел к водопаду. Как ты энергии тратите? Я люблю ходить пешком, и когда приходишь домой после такого дня тяжелого, ты такой, эх, день пришел не зря, и живу полной жизнью. Но подниматься наверх будет капец. Мы сейчас на смотровой площадке, водопад называется Червонный, высота 20 метров, и мы, получается, прошли с вами вот от этой отметочки вот сюда. Здесь хотя бы в парке сделаны нормальные указатели, понятно, куда идти, не то, что в дендрарии. Путаешься, там, мечешься, карта нормально нарисована, все понятно. Это вот вообще тема, смотрите, проход закрыт, но наши ребята все вон там, в водопад уходят гуляют. This is Russia, same pot. Еще встретили зрителей своих, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Меня Лега. Откуда вы приедете? Мы из города Барнаула, это Алтайский край. Приглашаем, кстати, вы у нас еще не были, очень красиво. Очень красиво, вам понравится. Да, очень хотим поехать на Алтай, на самом деле, хотели этим летом, просто не успели в следующем поездке. Ждем. Ну, как вам Софи? Очень нравится. Все почему-то стереотипы, что очень дорого, но нет. Мы вот четвером отдыхаем у нас еще, муж ушли вперед туда и сын. Питаемся достаточно хорошо, разнообразно. Ну, конечно, мы не ходим по каким-то там супер дорогим ресторанам, но мы живем прям в шаговой доступности от моря в Гамма-Сириусе. На экскурсии ездим с хорошим, библиотур вот у нас возят. Очень хорошо, все комфортно. Так что, большой стереотип, и мы хотели вообще отказаться так же, как и вы, от поездки. Думали, что будет очень дорого, и мы не потянем финансово. А еще, что вот эти потопы? Да, да, да. Новости смотрим, мы все нам говорили тоже, куда вы едете. Никаких последствий в воду мы не видим. Водопады только наполнены. Да, да, реки наполнены, но есть что посмотреть. Мы тут так прям активно отдыхаем. То есть не только на море лежим. Ну, это же сразу видно наших зрителей издалека. Очень сильно вы нас прям. Я, честно говоря, прям мечтала, что мы вас встретим. Когда стрим смотрели в Сочи, я прям жалела. Мы еще были в Барнауле. Я говорю, как жалко, стрим прошел, мы бы сходили, обязательно повидались. Ну, вот видите, все-таки удачи нам нашел. Спасибо вам. Спасибо за вашу работу. Короче, с девчонками попрощались. Они говорят, что там снизу идет их муж. Он в желтой панамке, Вадим зовут. Он не знает, что мы еще здесь. Мы же с тобой встретим, типа, Вадим, брат, ты нас смотрим, спасибо. Он еще офигеет. А вы случайно не Вадим? Да. Спасибо, что смотрите нас. Да, спасибо. Здорово. Мы просто там наверху встретили ваших девчонок. Они говорят, что вы там снизу идете. Мы такие неожиданно к вам пострялись. Это точно неожиданно. Не ожидали? Здорово. Видишь, я угадал, Лизон. Ну, пять раз вас. Вы сегодня в выпуске будете в этом. Так что добро пожаловать на YouTube, как говорится. Спасибо. Как вы на карниз ходили. Супер. Нас залило дождем там. Град, волния вообще. Только благодаря вашим комментариям так мы аппетитно всегда кушаем. За столом. Сюда, сюда. Это баба Малелла, да? Да. Все верно. Спасибо вам тоже большое, что смотрите. До свидания. Давайте, ребята. Удачи вам. До свидания. Счастливо. До свидания. Давай. Приходите сами наслаждайтесь. Очень красивое место, ребята. Прогуляться. Люди такие хорошие. Все на позитиве. Хорошая погода. Приходите. Вам понравится точно. Мы вообще такие еще походники сезона, да? Но это место мне зашло на 101%. Ну и финальная точка. Огромная смотровая с кафешкой, туалетом и водопад золотой. Какие потрясающие виды отсюда открываются. Кстати говоря, граница с Абхазией. Рукой подать. Да уж. Вот этот спуск, друзья. Тут вообще под 90 градусов, если не больше. Спуск к водопаду золотой. Экстремальненько, однако. Очень экстремальненько. И вот там справа водопад. Опа. В площадке спускаемся смотровой. Я считаю, что на сегодня мы, в принципе, со своей задачей поставлены, справились. И сейчас нам долго подниматься наверх. И там нас ждет вознаграждение. Это обед. Правильно? Да. В том самом ресторане Лес. Которые находятся в начале тропы. Это вот сейчас был наглядный пример. Там внизу человеку стало очень плохо. За ним спустились на квадроцикле. И буквально за 10 минут доставили на сам вверх. Все. Я дожилась своей очереди. Ура. Наш обед. Итак, друзья. Кафе Лес. Прямо рядом с подъемником. У нас получилось 1640 рублей. Вот за все это. Это вот такой вот бургер. Да? Это два супчика. У Лизы холодная крошка. У меня горячий суп с макарошками. И еще вот такая порция. Это шашлык. Дорого это или нет, решаю только вам. А я открываю свой суп. Вот прекрасный. Он в таком стаканчике. Горячего так хочется. А вот такой супец. Видите? Там и курица есть, и макароны, перепелиные яйца. Ну, то, что я хотел. Чисто куриный такой, знаешь, на курином бульоне. И, конечно же, бургер. Оп. А ну? Ну, неплохо вроде. Булочка хрустящая. Давайте протестируем. Просто бамба лейла. Окрошка с говядиной. А мне хотелось, наоборот, чего-нибудь холодненького после такого подъема. Вообще вкусно. Ну и куриный шашлычок. Тоже хороший, вкусный, мягкий. Я только сейчас заметил перчатки. В перчатках есть бургеры как-то поприятнее, потому что руки не пачкаются. Уезжаем обратно. Я смотрю, люди-то сюда отправляются вечером. Вот мы уже как бы обратно, да, поднимаемся, а люди спускаются вниз. И все вот эти вот, как они, кресла, да, эти? В общем, они заняты полностью. Везде есть люди. Мы когда сюда спускались, полупустая была канатная дорога. Ребята, имейте в виду, что разные маршруты, они закрываются довольно-таки рано. Первый маршрут закрывается аж там в 3.50, по-моему. То есть, ну, можно не успеть. Всего часик раздавал спогулять. Полная, видите? Полные. Все полные прям. Так что странно вообще. Видимо, люди просто долго спят. Нам вот все рекомендовали, что, ребята, если едете, да, сюда, то лучше рано утром поехать, да, пока нет людей. Все посмотрел, все проходил, потому что к вечеру уже тучи. Возможно, дождь начнется, поэтому... Ну, а люди, видимо, ленятся, они спят, отдыхают. Они вообще просто прокатятся. Ну, да, и обратно, и обратно, да. Это же люди, они вообще не ходят. Это мы там сбегали, мы очень быстро бегали. Это же люди, да, мы блогеры. Блогеры не люди. Кажется, приключения только начинаются, потому что вон там, куда нас ведет канатка, облака, и мы прямо в облака сейчас заедем. Она холодно будет до жути, прямо в облака. Парандим сейчас их. Кстати, я же вам даже не показал, смотрите, если вам холодно, берете... Все. То есть дождь начался, вы вот в этой капсуле. Ну, естественно, видите, уже эхо, уже душновато становится, поэтому лучше... Опа! Классная конструкция. Ну, собственно, поздравляю, друзья, мы прямо в облаке. Все, видите, уже ничего не видно. Кабинки появляются прямо из-за облаков. По одной штучке так неожиданно. Так, опа, незаметно. Опа, еще одно. Опа, еще одно. Все, мы конкретно попали в облако. Вот оно. Все, уже ничего не видно. Это ни гор, ни вершин. Капец, ни черта не видно вообще. Вообще, видимо, все вроде много. Сейчас максимальная гуща этого облака. В самую гущу залетели. Смотрите, как кабинка появляется. Опа! Как Silent Hill. Кстати, музыку-то страшно мрачную ложить. А многие люди, которые вниз ели, им страшнее, потому что они спускаются в бездну. Мы-то как бы наверху уже были, знаем, куда поднимаемся. Капец, вообще ни черта не видно. Вообще, такой эфир крутой. Ежик в тумане. Я думал, что здесь на вершине не будет облака, что мы поднимемся на гору, да, выше этого облака. Оказывается, смотрите, ребята, которые стартуют. Они стартуют из облака и спускаются вниз уже под облако. Потому что там, где им были, было солнце даже. А вот когда мы уже обратно едем, друзья, здесь, конечно, очередь побольше будет. Человек, наверное, высоко. Сто? Ну, человек сто, наверное, да, стоит. Ждали минут десять. Очень быстро. Все, с этим все едем вниз. Как всегда вдвоем. Очень приятно. Ну что ж, друзья, мы спустились обратно в нашу горную Олимпийскую деревню. Высота 1100 метров здесь. И здесь солнышко светит. И мы перевыполнили свой план на два часа. Мы на два часа раньше спустились. Мы думали, что будем ходить там туда-сюда, там много времени потратим. Оказалось, что все очень быстро. Сейчас всего лишь 15 часов. Посмотрите, вот наша деревня. Солнечная, красивая. Здесь же в Олимпийской деревне есть Родальбан. Очень популярное развлечение. 1200 рублей с человека стоит один круг. Сейчас прокатимся с ветерком. Я за рулем, как всегда. Нам сказали, что перед нами никого нету, поэтому можно не тормозить. Можно не тормозить! Прошли, да ну его нахрен! Тормози, тормози! Нет, давайте с тормозами лучше. Зачем эти тормоза? Нет, ну такая тема прикольная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ла-ла-ла! 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 Ла-ла-ла-ла! Вот он сейчас! Ла-ла-ла! 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 Ла-ла-ла-ла! Очень легкий танцор! Ты едешь, не спеша, балдеешь от этих прекрасных видов, которые по бокам, ну! Все, круто покатались! Теперь из нашей горно-олимпийской деревни мы спускаемся в самый низ, на курорт Роза Хутор. Канадка Олимпия называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и спустились, друзья. Все очень быстро, очень удобно, подъемничек. Здесь же находится река, всякие мосты. И вот смотришь на все это и диву даешься. Просто река и вдоль нее в маленький уютный городок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, свет сейчас, конечно, вообще волшебный, друзья. Сказки. Сказки наяву, а? Река Шемит. Дома красавенные. Швейцария не иначе. Альпы. Горные ручьи. Вообще. Я, конечно, обычно вот к этому времени, меня уже нет, эмоций нет. Я до сих пор на ногах что-то болтаю на камеру. Такое очень редко бывает, и это о многом говорит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, кстати говоря, это курорт Роза Хутор. И прямо вдоль реки, если мы с вами вон туда пойдем, мы выйдем на другой курорт, который называется Красная Поляна. То есть вот 4 километра буквально, и все уже там. Так, погодка немножко испортилась, солнышко ушло за облака, и сейчас самое время покататься по этому прекрасному месту на самокате. Благо их здесь очень много, прям раскиданы везде. Смотрите, подходим. Здесь, видите, есть такой вот QR-код. Просто его сканируем, прямо фотик наводим, там устанавливаем приложение, оплачиваем, и можно ехать. Нажимаем старт. И все, в принципе, смотрите. Уберем, подможки убираем. Здесь газ, но иди поехал. Отличный способ передвижения по городу. Воу-воу-воу, ребяточки, а где это мы? А это ЖД-станция. То есть сюда можно приехать как на такси, так и на самокате. А еще можно прямо на вокзал. Приехал и наслаждаешься курортом Роза Хутор. Кстати, друзья, а вы знали, что в это воскресенье 1 августа в России отмечали День железнодорожника. Это ежегодный праздник работников железнодорожной отрасли, которые делают наши путешествия комфортными и надежными. По этому поводу DJ Smash при поддержке РЖД выпустил оригинальный трек, состоящий из звуков железной дороги, атмосферы поезда и все это в современной обработке. Слушайте, как круто получилось. Движение разрешаю. Ссылку на полное видео оставим в описании, а всех, кто причастен к этой профессии, еще раз с праздником. Да, после такого насыщенного дня на самокате так газ даешь. Погнали. Вдоль реки вообще офигенные эмоции. Классно. Смотрите, как круто. Единственное, у них скорость ограниченная, поэтому не разгонишься. Но мне больше не надо, потому что как бы одной рукой ё-моё укрыть самокатом, это как бы опасное действие. Поэтому вот такая скорость, в принципе, ее достаточно. У нас появились конкуренты на автомобилях. Осторожно, осторожно. Мне очень нравится вот этот стиль всех ресторанчиков прямо вдоль реки. Посмотрите, как классно. Весь персонал такой красивый, нарядный. Людей, конечно, очень много здесь. Популярный все-таки курорт. Кто-то веселяется, видимо, не повезло. Отдых закончился. А мы в кайфу. Видите, сколько людей. Все заполнено. Все рестораны вообще. Битком. Мне нравится так снимать. Не нужно ходить пешком. Просто быстро все пролетаешь. И делишься с вами эмоциями, которые нас окружают. Бомба. Ну и, собственно, вот уже центр, где мы с вами начали. Там вот канатка. Можно подниматься наверх. Или отправиться куда-то вкусно поесть. Что-то пропадалось? Да. Хочешь есть? Да. Я чувствую по этим вот глазам. Я понимаю, что здесь, наверное, минус. Здесь нельзя бросить этот самокат. Да, можно. По идее, самокат вот где такие людные места, где люди гуляют. По идее, везде парковку можно найти. У них уже там по геолокации определяется. Если вы на трассе захотите его бросить, он не даст. А денежка будет капать, получается, да? Пока вы его не пришвартуете, не припаркуете туда, где он может находиться. Где люди снова могут его взять другие. Это прям, ребята, очень крутая тема. Особенно, когда устал ходить, весь день на ногах взял и кайфуешь. Какой-нибудь до кафешки доехал, поел. И я, собственно, уже проголодался. Прямо около кассы, где покупаются билеты на канатную дорогу, на втором этаже находится ресторанчик Чо Харчо. Все верно. Мы в таком уже кушали, когда были в Сочи. Сейчас протестируем кухню здесь. Там очень вкусные хинкали. Им на их сейчас я и закажу. Естественно, мы идем внутрь, потому что внутри кондиционер. Это картины, смотрите. Лиза и сзади банки. Прикольное место. В общем, получается, смотрите. По всем стенам везде стоят банки. Разные соленья, фрукты, овощи. Необычно смотрится. Лиза взяла себе чай с травой сайгандаля. 380 рублей. Стаканчик из вагона. Это совпадение, ребята. Это просто совпадение. Так, от тебя. А я взял себе, естественно, глинтвейн. Опа. Алкоголь. 290 рублей наше здоровье. Музыка тут тоже с поезда играет. У меня дачный салат с яйцом. Попросила без лука. 330 рублей. Очень свежий. 450 рублей, ребяточки. Хинкали. Вот такой вот специальный соус. Еще 90 рублей. Мы с вами берем хинкали. Вот так поднимаем. Надкусываем. Выпиваем весь сок. Закидываем туда. Вид. Так правильно есть хинкали, ребят. Берем за пипочку. Просто настолько вкусно, что тропипка улетает. А еще можно сделать вот так вот. То есть, то же самое делаем. Закидываем. Потом берем у жены один огурчик. Вот сюда запихиваем. Потом берем редисочку. Сюда запихиваем. Потом берем, не знаю, белочек от яйца. Я извиняюсь, что руками сидел. Если человек уехал из деревни, то деревня из него не уехала. Приятного аппетита. Сейчас был идеальный рецепт, ребята. Это идеальный рецепт от Вити 2 Попка. Попробуйте. Это в шоке. Соус закидываем. Потом огурчики. Хачапури по-аджарски. 440 рублей. Обалденно мягенько. Сначала берем вилочку. Размешиваем. Здесь все размешиваем. Вместе с сыром. Обязательно маслице, сыр. Все вот так мешаем. О, такое мягенькое. Только что из духовки. Смеется она. И значит человеку хорошо. Счет приносят в книжке с отзывами. Можно оставить. И собственно у нас получилось 1980 рублей. За все дорогое и дальнее перешать только Вася вам. Короче, местечко вообще крутое. Топовое, ребятки. Вот на улице вот такая атмосфера. Здесь жарковато сидеть. Мы успешно сегодня вернулись домой, друзья. Надеемся, что вам понравилось. Мы старались. Сейчас ехали обратно на такси. И там был таксист Игорь. Мы заказали его на Яндексе. Он такой подъезжает. Ребята, вы что своим ходом что ли? Только сейчас вам бесплатно сделают. Довезут вас до отеля бесплатно. Мы такие, не, ничего не надо. Но это было очень приятно. В общем, как бы денежка ушла. Привет передаем. Но было очень приятно, что он готов был взять, отменить заказ. И нас бесплатно сюда довезти. Он довез нас до верха, а не до канавки. За что спасибо большое. Мы прямо уже у отеля. Так что Игорь, ребята, всем привет. Спасибо всем, кто сегодня подходил к нам. Очень приятно. Сегодня столько людей встретили. На этом мы прощаемся. Ребят, ставьте лайк. Пишите комментарии. Завтра проснемся и будем снимать новый выпуск. Все. Пока-пока. Роза хутор не заканчивается. Все только начинается. Давайте. Увидимся. Лайкосик. Да.